Учёные университета Вермонта выступили с сенсационным заявлением. У человека появились две группы крови, которых до этого не существовало. И по прогнозам, скоро их будет 15. Новые типы крови получили название Ленджерис и Джуниор. Пока носители в основном японцы. Но эта кровь распространяется по всему миру. Что ждёт человечество? Новый виток эволюции? Или мы незаметно мутируем? А может это подарок людям, сделанный высшими силами? Специалисты утверждают, человеческая кровь – это зашифрованное послание. Но что в нём сказано? И кем? Мы так много и так мало о ней знаем. Кровь – это микрокосмос. Но наши предки были уверены, именно в крови живёт душа. Это энергетическая субстанция, которая является связующим звеном между физическим и астральными телами. И последние открытия учёных подтверждают – кровь разумна. Лейкоциты – это абсолютно осознанные, живые, обученные, цивилизованные клетки. Почему она может взбунтоваться против своего носителя? Это идёт микроскопическая война, но она идёт в человек постоянно. И как кровь можно запрограммировать на борьбу с болезнями? Останавливается кровоток, и таким образом выносятся все токсины и шлаки. Почему она обладает такой мистической силой? Места, где пролилась человеческая кровь, всегда опасны. Кровь опровергает теорию эволюции. Рез антиген, в отличие от многих других, бывает только у человека. Так с кем на самом деле мы одной крови? Это вторая группа, это посланцы неба. Смотрите прямо сейчас фильм «По закону крови» из цикла «Живая тема». Кровь. Она питает органы нашего тела, доставляет в них кислород, выводит углекислый газ и поддерживает температуру. Казалось бы, процессы, в которых участвует кровь, хорошо изучены, а сама она разложена на химические элементы. Из чего состоит кровь? Грубо говоря, она состоит из клеток и жидкой части. Если вы извлечете кровь из организма и оставите ее в пробирке на столе, то через некоторое время увидите сгусток и отделившуюся жидкую часть, прозрачную. Сгусток красного цвета, потому что этот цвет придают ему эритроциты. Но помимо этого, помимо эритроцитов, красных клеток крови, есть белые клетки крови. Это лейкоциты. В то же время эта субстанция хранит множество тайн, объяснить которые современная наука пока не в состоянии. Каждая частичка тела человека обладает индивидуальным составом белков. Именно поэтому пересаженные органы организм воспринимает как чужие и начинает их отторгать. Это происходит даже если доноры – ближайшие родственники. Потому что нету соответствия в генетической структуре. И для того, чтобы поддержать, чтобы оно сросло или как бы оно поддерживало этот орган, то таким людям, конечно же, вводят иммунодепрессанты, чтобы не появилось те самые антитела, которые бы отторгали этот орган. Но с кровью всё иначе. Трансфузия или по-другому переливание крови – по сути та же пересадка донорской ткани. Но при этом чужая кровь без труда приживается в организме. Достаточно, чтобы совпали группы. И это необъяснимо. Кровь – это микрокосмос. И это практически вот та живая среда, из-за которой возможно насосуществование. Потому что потеря небольшого количества крови, литра или более, приводит к смерти. Так может, кровь не подчиняется законам биологии, потому что она формировалась совсем по другим правилам – космическим? Происхождение типов крови до сих пор остаётся загадкой, вокруг которой не утихают споры. За сто с лишним лет сформировались три основные теории. Первая теория, которая общеизвестна и как будто считается такой устоявшейся – это когда в каждой расе соответствует своя группа крови. В расовой теории сказано, изначально все люди были носителями первой группы крови. А потом в результате смешения народов появились остальные типы. Неужели? Тогда чем объяснить тот факт, что у американских индейцев до сих пор преобладает первая группа, у европейцев вторая, у жителей Азии третья, а у японцев четвёртая? Сторонники пищевой теории заявляют, за всю историю человечества наш рацион кардинально менялся четыре раза, ровно по количеству групп крови. В крови находится большое количество растворённых питательных веществ. Это белки, аминокислоты, это витамины, минералы, ферменты, гормоны. Практически всё, что мы кушаем, потому что расщепляясь в кишечнике, оно всё переносится в кровь. Первая группа крови появилась у первобытных людей. Они были охотниками и три миллиона лет питались исключительно мясом. Охотники обладали первой группой крови, являясь, допустим, охотниками до 15-го тысячелетия. Ну, вот где-то в этом пределе. Потом, в 15-м тысячелетии, появились земледельцы. И они уже вот из-за того, что они начали потреблять злаковые какие-то растения в пищу, якобы это отразилось на их составе крови. А потом уже где-то в 8-м тысячелетии появились скотоводы, и якобы у них кровь опять изменилась. Четвёртая группа крови считается самой молодой. Специалисты заявляют, она появилась всего тысячу лет назад. Именно в этот период человечество научилось производить сахар, мариновать овощи и готовить сложные блюда. Казалось бы, звучит убедительно, но в этой теории слишком много нестыковок. То есть вот они охотились вчера, да, потом побросали свои томагавки, луки, зарыли всё в землю и решили пахать землю. Нормально. И появилась вторая группа крови. Откуда появилась, непонятно. Потому что из первой она не может появиться, да, логично. Значит, откуда-то извне. Потом произошло ещё интереснее. Эти две группы встречаются между собой, смешиваются, и происходит там третья группа, да, которая, условно говоря, мясо можно, но только мясо курицы нельзя, индейки нельзя. Почему? Потому что курицы индейки тогда ещё не было. Крокодил был, а индейки не было. И потом, если состав крови зависит только от рациона, то почему первая группа до сих пор остаётся самой распространённой, а четвёртая – редкой? Она встречается всего у трёх процентов людей на планете. А ведь мы уже много веков не едим сырого мяса. Сторонники третьей инфекционной теории заявляют, группы крови – это результат эпидемий и болезней, поражавших человечество. У первобытных людей было две напасти. Зимой люди болели воспалением лёгких, летом люди болели отравлениями различного рода. И, соответственно, группа крови была подстроена для того, чтобы сложные белки, которые содержатся в крови, занимались детоксикацией, выводом шлаков. Когда человек начал одомашнивать и разводить животных, животные болели там паразитарко-паразитами. И, соответственно, человек, поедая это мясо, заражался вот этими болезнями. Так появилась вторая группа крови. Третья образовалась, когда люди стали жить в городах, где был велик шанс эпидемий. А четвёртая группа крови, по мнению учёных, сформировалась последней, в ответ на вирусные инфекции. Потому что определённые условия вызывают именно перепрограммирование генетической структуры. И это и способствует тому, что там могут меняться структуры крови. Но недавно немецкие биологи сделали заявление, которое взбудоражило научный мир. Они утверждают, самая древняя группа крови на планете не первая, а четвёртая. Это самая настоящая сенсация. И она основана на главном законе биогенетики. Всякий организм повторяет стадии развития своего вида. В утробе матери до трёх месяцев все имеют 100% четвёртую группу до трёх месяцев. Это показывает, что когда человек растёт и проходит все стадии... А значит, именно её носителями были первобытные люди. Но если четвёртая группа крови принадлежит коренным жителям планеты, то почему она встречается так редко? Ведь население нашей планеты только растёт? Нас уже 7 миллиардов. И откуда тогда взялись другие типы крови? Доводы традиционной науки сводятся к одному. Всё дело в эволюции. Но что, если на самом деле никакой эволюции не было? Смотрите далее. Сенсация в науке. Кровь опровергает теорию эволюции. Резинтиген, в отличие от многих других, бывает только у человека. Так с кем на самом деле мы одной крови? Это вторая группа. Это посланцы. Нет. Более того, кровь разумна. Лейкоциты – это абсолютно осознанные, живые, обученные, цивилизованные клетки. И может ли она взбунтоваться против своего носителя? Это идёт микроспоропическая война, но она идёт в человек постоянный. Не пропустите. Всего через минуту. Генетикам принадлежит уникальное открытие. Они доказали – жители Древнего Египта были носителями первой группы крови. Но когда специалисты исследовали мумии фараонов, оказалось, что все эти правители до единого обладали второй группой. Там есть вторая группа крови у всех мумий, представленных на исследование. Может свидетельствовать о том, что власть передавалась среди родственников. То есть, грубо говоря, не было социальной смены власти. То есть, грубо говоря, во власть не приходил никто извне. Всё могло бы быть так просто. Однако такие же расхождения обнаружились в генофонде древних инков, населявших Южную Америку. Обычные подданные этой империи обладали первой группой крови, а правители снова второй. Вообще, есть одна гипотеза, что всё-таки эта вторая группа – это посланцы неба. Египетские фараоны и вожди ацтеков свято верили в своё божественное происхождение. Индейцы называли себя выходцами из таинственной земли Ацлан. По мнению многих исследователей, это не что иное, как затонувшая Атлантида. Древние египетские цари, фараоны, всё жречество, они были совершенно другими. Они даже внешне выглядели совершенно по-другому, потому что те жители, которые сейчас являются египтянами по происхождению копты, которые исповедуют православную религию, они абсолютно не были похожи ни на своих фараонов, ни на своё жречество. Соответственно, вся эта верхушка была именно наследниками Атлантов. И это не просто легенды. Многие генетики признают, вторая группа крови не вписывается в теорию эволюции. Её состав не имеет ничего общего с составом крови предков современного человека, кроманьонцев. По мнению специалистов, это может означать только одно. Она сформировалась не на нашей планете. Но тогда где? В 1940 году учёный Карл Ландштайнер, открывший группы крови, обнаружил в эритроцитах макак резусов особый антиген. Он получил название резус-фактор. Вот эти разус-факторные люди имеют преимущество перед разус-положительными. Какие-то инфекции, может быть, лучше отторгаются. У 85% людей резус-фактор положительный и только у 15% отрицательный. При этом кровь с разным резусом несовместима. Её переливание смертельно опасно. Резус-положительный, он является доминирующим резусом. И он внутри человека, попадая, вот, допустим, от матери, допустим, отрицательный резус попался, от отца положительный. И положительный резус постепенно убивает клетки или тот материал, который несёт отрицательный резус. Это идёт микроскопическая война, но она идёт человек постоянно. Так организм реагирует, пытаясь разрушить чужеродное вещество. Это может означать, что люди с отрицательным резусом принадлежат к другому биологическому виду. Но, казалось бы, резус-фактор был найден у обезьян. Значит, это подтверждает теорию эволюции. Потом выяснилось, что этот фактор, как белок человеческий, никакого отношения к белку обезьян не имеет. Это совершенно самостоятельный белок. А вот от тела человека, антирезус, не реагирует с эритроцитами макак. И выяснилось, что резус-антиген, в отличие от многих других, бывает только у человека. Задолго до этого открытия, в начале прошлого века, известный австрийский философ Рудольф Штайнер выдвинул теорию так называемого звёздного посева. Штайнер был убеждён, что инопланетные цивилизации достаточно высокого происхождения прилетали на Землю и взращивали людей. И наблюдали за тем, чтобы люди развивались именно по духовному пути, обретали свой опыт. Некоторые из этих существ переселились на Землю и образовали свою цивилизацию. Изначально они передавали знания только земным правителям. Это объясняет, почему во все времена царские династии строго соблюдали чистоту крови. Божественная кровь, другая кровь, которая передаётся из поколения в поколение, которую нельзя терять, потому что её ограниченное количество. Жениться на себе подобных, да, соответственно, тоже на детях богов. Некоторые исследователи убеждены, связи высших существ и людей привели к появлению тех, кого иудеи называли исполинами, а греки – полубогами. Древние люди верили, кровь полубогов священна и не похожа на человеческую. Детальное описание этой субстанции греческий писатель Гомер дал в своей знаменитой Илеаде. Кровь полубогов называлась ихорм. Это некая прозрачная жидкость. Это значит, количество лимфы в этой крови было достаточно большое. И изначально существует на других планетных системах, в других цивилизациях существует кровь, основанная на меди. В тайных трактатах тибетских монахов хранятся знания о так называемой вечной крови, которую носят в себе потомки высших существ. По мнению древних мудрецов, она делает своего обладателя неуязвимым, убивает все инфекции, не вытекает при ранении, дарит долгую жизнь и наделяет властью. Высшая каста людей обладает некоторыми иными специфическими свойствами, как бы мы сейчас сказали, а именно вот то самое, что называется вечная кровь. То есть это та кровь, которая не умирает, не вытекает из человека, составляет сущность его жизни и основу его власти. То есть как бы так, иного социального статуса. Считается, что одним из обладателей вечной крови был великий завоеватель Чингисхан. По некоторым данным, этот правитель являлся потомком магов и колдунов и владел тайным знанием воскрешения после смерти с помощью вечной крови. Он восстанет там из мертвых и будет живым вновь и нести свою очередную вот эту вот войну в народы. Способ применения вечной крови и дату возвращения Чингисхана в мир живых, его верные слуги зашифровали для потомков в трактате «Сокровенное сказание». Это древнейший литературный труд монголов. Но затем кто-то изъял эти данные из древнего документа. Может, его потомки испугались возвращения великого завоевателя. Правда, часть знаний о носителях вечной крови все-таки сохранилась. И ее гены есть в нас. Дело в том, что на нашей территории изначально был отрицательный резус-фактор и предположительно вторая группа крови. Отрицательный резус-фактор – это у всех, так скажем, европеоидных народов. Многие исследователи убеждены, люди с отрицательным резусом и есть потомки тех самых астронавтов и атлантов, много веков назад колонизировавших Землю. Именно поэтому среди них-то много телепатов и ясновидящих. Их кровь по-прежнему сохраняет связь с космосом. Но остальное человечество не осталось в стороне. В результате смешения народов частица вечной крови богов теперь течет в каждом из нас. Но что в ней зашифровано? Смотрите далее. Наши предки были уверены, именно в крови живет душа. Это энергетическая субстанция, которая является связующим звеном между физическими и астральными телами человека. Как кровь можно запрограммировать на самоисцеление? Восстанавливается кровоток и таким образом выносятся все токсины и шлаки. И почему одна капля хранит связь с человеком? Неаполь, Италия, Кафедральный собор. Здесь, в запечатанных сосудах, хранится кровь святого Януаря. Каждый год, 19 сентября, в день смерти христианского мученика, сотни верующих своими глазами наблюдают чудо. Дело в том, что сухая засохшая кровь неожиданно, в какой-то момент превращается в жидкость, иногда вскипает. Ее цвет непостижимым образом на глазах меняется. Она светлеет, становится ярко-алой или темнеет. Ученые заявляют, это явление противоречит элементарным законам природы. Но оно регулярно происходит на протяжении шести столетий. Вне тела кровь сразу же происходит агглютинация. Это сворачивание в простонаречии крови. Обратного процесса нет. Скептики из числа ученых заподозрили в этом чудесном явлении какой-то подмог. По одной из версий, вместо крови в пробирках может находиться особый порошок, который превращается в жидкость, если его незаметно встряхнуть. В науке известно тексатропия явления. Когда после встряхивания жидкость становится более текучей, и мы встряхиваем краски, тушь, клей, тогда он становится более подвижным. Но сверхточный анализ на спектрографе показал, в пробирках действительно запечатана артериальная кровь человека. Тайна крови святого Януаря остается неразгаданной. Но и кровь каждого из нас способна на настоящие чудеса. В русском языке само понятие «кровь» занимает особое место. Свекровь, откровение, сокровище. Мы произносим эти слова, часто не задумываясь об их истинном значении. Слово «кровь» – оно того же корня, что и, например, «сокрывать», «укрывать», «кровля», «скрытые», «сокровенные». Вот это все слова, а не одного корня. И можно говорить то, что кровь – это как бы то, что скрыто внутри организма. Так, если по-правильному. Наши предки верили, оскорбления, нанесенные роду, можно смыть только кровью обидчика. Кровная месть до сих пор сохранилась у многих народов. И это священная обязанность, которая переходит из поколения в поколение. У южных славян до сих пор это достаточно популярно. А также у народов Кавказа. Необходимо было в обязательном порядке убить человека, соответственно, из того рода, который стал причиной этой смерти. Причем не обязательно того же самого. Связь между кровными родственниками всегда считалась очень прочной. В русских народных сказках нередко приводится пример братьев-близнецов. Когда один из них отправлялся в дорогу, он растворял в чаше каплю собственной крови. Это был тайный знак для второго брата. И по тому, что происходит с этой кровью, она засыхает, чернеет, что-то вот с ней. Или наоборот становится алой. Другой брат догадывается о том, что он погиб таким образом. И это не просто предания и легенды. Несколько лет назад профессор и журналист Михаил Бурлешин попал на семинар, где российские ученые докладывали о сенсационных опытах с кровью. Специалисты в точности воссоздали эксперимент, приведенный в сказках. И его результаты шокируют. Была сделана большая такая толстая, сантиметров в 5-6 мензюрка, высотой метр сантиметров в 30. В нее наливалась чистая вода, в нее капалось несколько капель крови. Подопытного товарища, которого, значит, будут смотреть. Потом сквозь эту мензюрку повыскался луч, и стоял очень чувствительный спитограф. То есть мгновенное, любое, самое минимальное изменение цвета сразу фиксировалось. В определенное время экстрасенс по фотографии воздействовал на человека, чья кровь находилась в пробирке. Невероятно. Но в этот самый момент аппаратура фиксировала у нее изменение цвета. Оно становилось более красным. И краски не добавляли. Ничего не добавляли. Но почему-то жидкость менялась. Это доказывает, кровь действительно способна сохранять связь, с человеком на расстоянии. Но насколько крепки эти узы? Мы поставим собственный эксперимент с кровью. Такого еще не делал никто. Менеджер Александр Цулин сдает в лаборатории кровь. В течение дня молодой человек подвергнется различным испытаниям. В это же время экстрасенс Светлана будет работать с его кровью. Ее задача – описать эмоции, которые испытывает Александр в этот момент. Кровь – это энергетическая субстанция, которая является связующим с вином между физическими и астральными телами человека. Даже если кровь засухшая, даже если много лет, скажем, на материи, вот эта есть кровь, она все равно действует. На вечной. На первом этапе Александр превратится в ловца молния. Надев специальную защитную кольчугу, он заходит в железную клетку и получает разряд электрического тока мощностью полтора миллиона вольт. Фантастическая процедура продолжается несколько минут. Кровь бурлит. Но что в этот момент происходит с образцом крови Александра на другом конце города? У меня образ, даже как будто вот эта кровь, она как вот ветер подул и волны начались. В пробирке началось волнение. Но волнение, это не страх, а как восторг такой, как вот, ух, какой вот. Невероятно. Но это в точности совпадает с эмоциями молодого человека. Изначально было волнительно, но впоследствии, конечно, мне очень понравилось. Адреналин крови зашкаливает. Совпадение? Проверим. Теперь вызовем у нашего добровольца чувство глубокого отвращения. Темная комната. Банка с шипящими мадагаскарскими тараканами. Страшно. Они отвратительные. Александр должен засунуть к насекомым руку и достать монету. Молодой человек признается. От одной мысли об этом у него кровь стынет в жилах. Они шипят. Страшно. Куда же она делась? Очень мерзко. Очень мерзко. Ужас. Это, наверное, самое мерзкое в жизни, что со мной происходило. Все. Наконец-то. Экстрасенс тоже почувствовала что-то неладное. Все замерло и оледенело. Даже холодной какая-то стала боли и кровь. Человек насторожился. Ему неприятно. Вообще, по своей сути, он не трусливый, но какие-то вещи, видимо, на подсознание вызывают у него отвращение, как у многих, может быть. И здесь есть страх у него. Напоследок мы приготовили Александру сюрприз. Романтический ужин при свечах с его любимой девушкой Катей. Александр расслаблен и наслаждается вечером в приятной компании. Но как это отражается на его крови? Сейчас чувствуется вот так, что у него некоторое напряжение, приятное волнение и некоторая настороженность все-таки есть, присутствует. Чем же объяснить эту мистическую связь человека и его крови? Ученые заявляют, у каждого из нас молекулы ДНК колеблются с уникальной частотой. Кровь настолько чувствительна, на нее может повлиять звук. То есть, который идет с тяжелой вибрацией, с какой-то несуществостной. На нее может повлиять шум. На нее может повлиять яркий свет. Практически все, что окружает нас, может повлиять на кровь. Кровь, взятая у человека, продолжает вибрировать в своем уникальном ритме. Именно эти колебания молекул ДНК улавливают приборы и чувствительные руки экстрасенсов. Но существует и обратная связь крови и тела. Именно так работает древняя магия на крови. Научная сенсация. Кровь разумна. Лейкоциты – это абсолютно осознанные, живые, обученные, цивилизованные клетки. Как же ее запрограммировать на самоисцеление? Поднятие настроения вызывает цепную реакцию на область крови. Почему она обладает такой силой? Места, где пролилась человеческая кровь, всегда опасны. И с кем мы одной крови? Смотрите, будет интересно. Всего по одной капле крови можно узнать о недугах человека и даже поведать его прошлое, настоящее и будущее. То есть заглянуть к нему в душу. Кровь течет по всем жилам. Она обмывает все ткани, все клетки. Вот именно получается универсальное такое лекарство или отрава, которое может или оздоровить человека, или наоборот его ввести в какую-то нелечимую болезнь. Кровь всегда считалась самым мощным инструментом для магических ритуалов и подношений богам. А кровь, пролитая насильно, даже призывала нечисть. И места, где пролилась человеческая кровь, всегда опасны. Эти места обычно населяемы тем самым духом человека, которого вот здесь убили. И даже рассказывают, что некоторые души на этом месте пасутся и собирают по крупиночке, по капельке ту кровь, которая была пролитой. В древности одержимых людей лечили кровопусканием. Считалось, что так можно выпустить наружу демонов, которые дерзают человека. Но с чем связаны эти поверья? В Библии сказано, душа всякого тела есть кровь его. Она его душа. Именно поэтому некоторые религиозные организации запрещают переливать кровь, даже если, например, больному грозит смерть. Такие слова латинские, как сангиус, вита, анима, в древности были синонимами. Жизнь, кровь, животное. Люди были уверены тогда, что все находится в неком единстве. Эти же знания объясняют традицию еврейского народа обескровливать душу забитого животного, чтобы вместе с мясом не съесть его душу. Нельзя употреблять в пище кровь, поскольку нельзя употребить в пище как бы саму жизнь. И действительно, во многих, во многих священных текстах, вот Талмуд, на всяком случае, там книга Левит, она говорит о том, что кровь никак нельзя употреблять. В медицине известны случаи, когда после введения донорской крови люди меняли привычки и даже получали новые способности и таланты. Относительно недавно, когда вошло в моду переливание крови, потому что вроде бы, ну хорошо, человек спасается, вот у него кровоточение, он, значит, самое, личное спасение – это прилив крови. Прилив кровь, выздоравливает человека, а потом он начинает меняться. Почему-то. Ну почему? Он начинает просто вспоминать тот город, который никогда не был. Ему кажется, что вот именно в этом городе он родился. По мнению некоторых ученых, кровь не просто живая, но и разумная. Кажется невероятным, но эти факты получили научное объяснение. Настолько эритроцит ведет себя осознанно в организме. Капилляры бывают гораздо меньше диаметра эритроцита, и чтобы донести кислород до клеток, которые находятся, ну так сказать, на значительном удалении, эритроцит сворачивается в трубочку и проникает, неся на себе вот этот кислород. Потом он также в трубочку сворачивается и уносит углекислый газ. То есть это не может делать несознательный элемент. Я уже не говорю про лейкоциты. Лейкоциты это абсолютно осознанные, живые, обученные, цивилизованные клетки. Сенсационное открытие в этой области принадлежит заслуженному российскому ученому, члену многих Академии мира, Мирзакариму Нарбекову. Он доказал, в крови человека есть особый фермент, на который, как на жесткий диск компьютера, записываются наши мысли и чувства. И этот фермент, он называется асирхоленистеразой. Этот фермент, именно когда выбрасывается, оно получает именно отклик от мозга, потому что мозг выбрасывает команду к исцелению. При этом этот фермент приобретает ту самую исцеляющую форму и разносится по организму, именно по тем органам, которые в данный момент могут страдать. Зная это, свою кровь можно сознательно программировать. Этот метод избавляет даже от, казалось бы, неизлечимых заболеваний. Улучшаются обменные процессы в этих клеточках, где были повреждены, и восстанавливается кровоток, и таким образом выносятся все токсины и шлаки, и идет полноценное исцеление этого органа. Мир Закарим Норбеков уверяет, достаточно расправив плечи в течение одной минуты, удерживать на лице улыбку, чтобы почувствовать себя лучше. За это время кровь совершит в теле полный оборот, и органы получат приказ об исцелении. Сила вашего эмоции, настроения, искусственное управление настроением, искусственно поднятие настроения, настрой настроения в нужном направлении вызывает цепную реакцию на область крови, на область всего вашего организма, к настройку и адаптации к новому условию. Возможно, именно этот механизм объясняет чудодейственную силу молитв и самовнушения. Кровь доносит эти послания до нашего организма, и мы выздоравливаем или неожиданно получаем некое знание, ответ на нашу просьбу. Но есть и те, кто веками использует знания о целебных свойствах крови совсем в других целях. Вампиры, упыри, вурдалаки. По всему миру хранятся сотни легенд о загадочных существах, питающихся человеческой кровью. И у египтян, и у шумеров, и у индусов, и у кельтов, и у готов, и у гунов присутствовало представление о демонах, которые вселялись в других людей, либо завоевывали души людей, и эти люди становились прислужниками этих демонов, рабами, и они питались человеческой кровью. Кинематограф внушил нам. Вампиры обитали в мрачных замках, разбросанных по закоулкам средневековой Европы. Самый известный из них – граф Дракула. Значит, посмотрите, у него точно повадки какого-то черного мага и колдуна. Он был очень странно убит. Вообще, обстоятельства его смерти, кстати, зафиксированы только в русском тексте, в других нету описания его смерти. Для всех, кто смотрит фильмы о вампирах, читает книги, ну, просто разговор на этот может закончиться. Его прокололи и обезглавили. Дракула считается прародителем всех вампиров. Но по одной из теорий, настоящей родиной этих кровососов может быть Россия. Профессор Михаил Одесский изучил происхождение самого понятия вампир и пришел к неожиданным выводам. Русь можно считать той страной, где слово «вампир» впервые было записано. Есть очень странный текст 11 века. Текст это религиозный. Он переписан священником, но у священника очень странное имя и не менее странное прозвище. Этого священника, жившего в 11 веке, звали «упырь» лихой. «Упырь» в Древней Руси так называли нечистых покойников, убивающих людей и сосущих из них кровь. Эти создания упоминаются во многих славянских текстах. В народной культуре это ходячий покойник. Это покойник, который встает из могилы, возвращается в свой дом, в свое село, сосет кровь и тем самым поддерживает свою жизненную силу. Многие ученые считают, упырями древние славяне могли называть своих покойных родственников. Получается, что существа, пьющие кровь, это миф? Но тогда почему наши предки веками боялись выдуманных ими упырей? Им поклонялись как богам и приносили жертвы? Специалисты заявляют, легенды не рождаются на пустом месте. На территории Австрии-Венгрии жило много славян, южных славян, у которых тоже очень развита вера в упырей. В 18 веке там началась удивительная история, тоже это отдельный сюжет, эмпирическая эпидемия. В начале 18 века достаточно хорошо засвидетельствована и документально. Австрийские чиновники и видители разбирали эти случаи по славянским деревням. И вот там возникло это слово «вамперс». Захоронения вампиров до сих пор находят на территории России. Тела в этих могилах часто обезглавлены, из груди торчат колья. Такие же страшные находки археологи отыскали в Чехии, Болгарии и Германии. Если упыри всего лишь олицетворяли покойных предков, то зачем было проводить с ними эти жуткие ритуалы? И если вампиры действительно существовали, то неужели они внезапно исчезли? В истории есть немало примеров, когда аристократы, правители и лучшие умы своего времени пили человеческую кровь. Возможно, они знали о ней то, что современная наука только пытается объяснить. Это самый настоящий заговор вампиров. Он существует многие сотни лет и дошел до наших дней. Но в чем смысл этого ритуала? Секретные опыты советских ученых. Постепенно люди станут хорошими, более похожими на то, и настанется коммунизм. Как Ленин и Сталин пытались омолодиться кровью? Был приготовлен некий эликсир, в котором была смешана кровь трех молодых людей. И может ли кровь подарить нам бессмертие? Самое интересное в финале программы. Тайланд. В этой стране прямо на глазах у туристов готовят традиционный местный напиток. Его главный ингредиент – свежая кровь ядовитых змей. Ее смешивают с крепким алкоголем, чтобы отбить горький привкус. Этот коктейль нужно выпить в течение минуты, пока напиток не утратил полезных свойств. Делают массу лекарств. И считают, что это вино лечит импотенцию, что угодно. Общие облыселения, какие угодно проблемы, самые страшные для мужчин. Медики подтверждают, в определенных дозах змеиная кровь тонизирует, снимает воспаление, заживляет раны и даже лечит артрит. Этот напиток действительно оказывает волшебное действие и продлевает жизнь. Но есть одно условие – употреблять его нужно регулярно. С давних времен люди верили. Человеческая кровь обладает особыми свойствами. Ей скрепляли дружеские и брачные узы. Было принято наносить друг другу небольшие раны и пить кровь, смешанную с вином. Это считалось знаком высшего доверия. Значит, люди, которые хотят побрататься, просто подружиться. Изъявляют свое желание, приходят, ну, назначенное место, это может быть место у реки, например, надрезают или укалывают палец, чтобы показалась кровь, либо мизинчик, либо указательный палец, либо даже запястье. Это в разных традициях, по-разному. И слизывают кровь друг у друга. После этого зажимают пальцы, целуются и называют с этого момента друг друга братьями. Гиппократ прописывал кровь как лекарство от душевных болезней. Он считал, этот напиток может изменить саму суть человека. И в этом отношении кровь была мистическим и сакральным, то есть предполагалось, что это часть души человека, прежде всего, потому что часть человека. Потому что никто в древности не верил, что человек это просто материальный субстрат, который там начал жизнь и умрет. То есть все жили с мыслью о том, что есть жизнь загробная, да. И вот прежде всего душу можно было узнать через кровь. Но самое главное, кровь считалась эликсиром молодости. В трудах римского писателя Плиния описываются знатные пожилые римляне, которые, чтобы омолодиться, пили кровь умирающих гладиаторов. По некоторым данным, в средние века этот метод практиковали король Людовик XI и даже ходили слухи о главе католической церкви Папе Иннокентии VIII. По иронии судьбы, он же вошел в историю как инициатор охоты на ведьм. Он был болен. Он был болен очень тяжело. И все возможные достижения медицины того времени к нему применялись. Но эффекта это не произвело никакого. Это лечение не помогало. И тогда он решил прибегнуть к помощи мистиков. И ему был приготовлен некий вексир, в котором была смешана кровь трех молодых людей, которые были убиты именно для этой цели. Ярым поклонником культа омоложения кровью была венгерская аристократка Елизавета Баттери, которая получила прозвище «Кровавая графиня». По рекомендациям колдунов, она буквально купалась в крови невинных девушек. Кровь ее с точки зрения купающегося в ней сохраняет свойства той самой молодой девушки, на которой купающийся хочет быть похож в результате. Эти жуткие процедуры кажутся предрассудками темного средневековья. Но наука доказала. Юная кровь действительно может омолодить дряхлеющий организм. Это сенсационное открытие было сделано в России еще в начале прошлого века, но долгое время оставалось засекреченным. Болезни и эпидемии. Рост микробов. После Октябрьской революции в России на людях проводились уникальные опыты. Ставил их соратник Ленина академик Александр Богданов. Он верил, даже глубокого старика можно омолодить, перелив ему кровь юноши. Он погубит тех, кто ему доверился. Одним из пациентов Богданова был его сын. Значит, он рос слабым и хилым, как считали юношей. И его отец был энтузиастом от этого обменного переливания крови. И свои клинические исследования он решил провести в том числе на сыне. То есть его сыну четырежды было проведено обменное переливание крови. Причем после второго обменного переливания крови, когда донором был 40-летний атлет, очень физически сильный человек, сын Богданова, преобразился. Вот он стал более мощным физически, более энергичным. Вот и уже никто не мог сказать о нем, как о доходяйке. Метод Богданова должен был помочь дряхлеющим вождям революции остаться у власти. И он действительно работал. Первыми его испытали на себе раненые в боях солдаты. А потом и молодые партийцы. Причем они были не только донорами, но и им переливали кровь старших товарищей. Надо сделать коммунизм. А как надо сделать коммунизм? Надо, чтобы люди были одинаково мыслили, одинаково чувствовали. И для этого нужно переливать кровь от одного человека к другому. Можно юношу кровь берем, переливаем его к старику. Старик оморожится. Вот старика кровь берем, переливаем к юноше. Ну, у юноши кровь более молодая, она выдержит такое, если немного его перелить. Зато в ней она сыщится какими-то чувствами, которые старик смог перелить. Ими-то хорошими чувствами. То есть в него передастся такой опыт, какой-то жизненный опыт, который был у старика. И так постепенно люди станут хорошими, более похожими на друг друга. И настанется коммунизм. После смерти Ленина работу Богданова лично контролировал Иосиф Сталин. Это открывало перед отцом всех народов поистине безграничные перспективы. Слово члену Советского комитета. Он считал и не подвергал сомнению тот факт, что Богданову удалось получить научную информацию. Кто знает, как бы повернулась наша история, если бы в 1946 году Александр Богданов неожиданно не скончался после очередного переливания крови. На тот момент были известны группы крови по системе АБ-0. Та группа крови по системе Риосфактора была неизвестна. И вот из-за переливания несовместимой крови он погиб при проведении экспериментов. В последующем это направление как бы потихонечку само погибло. То есть не было основной движущей силы. Но недавно дело Александра Богданова получило продолжение. На этот раз в Америке. Физиологи из университета Стэнфорда поставили эксперимент на мышах. Перелили кровь молодых особей старым. Результаты превзошли самые смелые ожидания. В мозгу у подопытных начали стремительно формироваться новые нейроны. Эти животные, они лучше ориентировались, они более быстро реагировали. Они лучше запоминали информацию, признаки старения у них исчезали. И они вели более активный и продуктивный образ жизни, чем до этого эксперимента. Сейчас ученые работают над выявлением молекул, которые заставляют мозг активно производить новые нейроны. Это открытие поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера и откроет новую эру в лечении заболеваний, вызванных старением. А может и вовсе повернет этот процесс вспять. Ведь специалисты признаются, кровь только начинает приоткрывать свои тайны. Я думаю, что настанет то время, когда мы перестанем воспринимать кровь как красную жидкость, которая течет в пакетах, которую мы консервируем, маринуем, которую мы переливаем друг к другу. И мы научимся ее воспринимать как некую живую, животворящую силу, в которой живет наша душа. Расшифровка заложенной в крови информации может занять десятилетия. Но когда это произойдет, мы получим ответы на все вопросы, которые мучают человечество. Узнаем, кто мы, откуда и в чем наше истинное предназначение. Субтитры создавал DimaTorzok